Поселок Новый. Дороги вдрызг разбиты. Накануне у администрации города Кирова собралась инициативная группа жителей поселка. Таким образом, они хотели вновь привлечь внимание ответственных лиц к проблеме благоустройства территории. Юлия Шалаева с подробностями. Своё название поселок Новый оправдывал, пожалуй, полвека назад, когда здесь только появились первые дома. Тётя Рая, которая уже за 80, хорошо помнит это славное время. Были и дороги, и свет. В 21 веке ничего этого нет. Бабушка выходит из дому только по крайней необходимости, но устоять на ногах не всегда получается. В каждом доме у каждого жителя Нового есть резиновые сапоги. Без них никуда. Будни посельчан выглядят примерно так. Утром из дома они выходят в сапогах, на остановке переодевают обувь и еду с чистым в город. Я 15 тут и лет живу. Такое, и каждым годом всё хуже и хуже. Я ходил в администрацию, и им всё равно там. Они на нас смотрят как сверху, им пофиг, что там. Тут ни света нет, ничего нет. Я не знаю, как люди тут, дети бедные, в школу как ходят. Некоторые старики даже не выходят из дома. Это страшно. Сегодня посельчане отправились к зданию администрации города, чтобы ещё раз напомнить о своих проблемах. Собой взяли подарок главе Ленинского территориального управления, к которому относится новый. Перформанс с сапогами – яркий символ давно наболевшего. Мы утопаем в грязи. Это раз. Даже по-светлому пройти практически невозможно в чистых сапогах, даже в бахилах невозможно пройти. Бахилы остаются в грязи. А дети вечером, идущие со школы, они вообще… То, что мы брюки каждый день стираем, гладим, это для нас уже не проблема. Но ведь так жить дальше нельзя. Промитинговав с полчаса, посельчане разъехались по домам. Вслед за ними на улицы Нового отправились и мы. И вот главная достопримечательность – гигантская лужа раскинулась на несколько десятков метров. Огромная лужа появилась здесь после того, как год назад провели в посёлке ГАЗ. Газовики после того, как закончились монтажные работы, почему-то засыпали колодец с осточными водами. Сейчас водителям приходится объезжать это озеро по соседним улицам и ждать, когда оно замёрзнет, чтобы образовалась естественная ледовая переправа. Когда прокладывали газовые трубы, посёлок буквально перерыли. К сожалению, это стало уже плохой практикой, когда после прокладки газовых сетей подрядчики газовиков не спешат заниматься благоустройством. Было жарко, дети гуляли. Девочка в первый класс ходит, а маленькому, три годика, что они гуляли. И вдруг это вот там, вот там, она вытащила его вот так, она плакала долго. И кто-нибудь говорит, услышит ли, что наши дети тут тонут. Они квартиру купили, уехали. По поводу лужи в администрации города пояснили, что работы по восстановлению водоотведения ведутся. Это говорится в официальном ответе заместителя главы администрации Геннадия Якимова, который мы получили сегодня. Уже промыт коллектор на улице Чайкиной, на очереди восстановление разрушенного газовщиками ливневого коллектора. В целом, для проведения ремонтных работ на территории посёлка требуется около 10 миллионов рублей. Дополнительное гриндирование дорог будет проведено до 10 ноября этого года. Ремонтные работы планируется продолжить и в следующем году. Между тем, несмотря на все дорожные ужасы, людям жить здесь нравится. Одна жительница рассказала, что если бы вдруг выиграла в лотерею несколько миллионов рублей, не раздумывая, построила бы на эти деньги дорогу. И почему-то эти слова сомнения не вызывают. Юлия Шалаева, Денис Тружков, Руслан Бекасов. Вести. Кировская область.